Есть очень сильный соблазн, что дьявол мне дает того, чего не может дать Бог, но при этом, но при этом, я понимаю, что я могу людям дать добро, но дьявол мне дает ту силу, которую я не могу. Вы знаете, вот он мне дает соблазн, ко мне все девушки тянули. Погромче, сделайте микрофон поближе, плохо слышно. Говорю мне дьявол, дьявол, слышите меня? Ну и что дьявол даст? Он погибший, он в огне будет гореть вечно. Он мне дает соблазн, ко мне девушки все тянутся, он мне дает силу, искушение, ко мне все тянутся и меня все хотят. Христос помогает избавиться. Есть такой ролик в интернете, интервью с дьяволом. Вы его зарядите. Интервью с дьяволом. И они в лесу, идет встреча с журналистом. Очень сильно, даже не верю, что это артист играет. Прям дьявол и дьявол. А можно вот вопросик? Можно вопросик? Да, можно. А вот, знаете, иногда, иногда говоришь слова людям плохие, они сбываются. Почему же я так плохо слышу? Говоришь слова людям плохие, они сбываются. Володя, говори слова такие, они все испугаются. Он говорит, когда говоришь людям слова, они сбываются. Сбываются. Плохие слова людям, они сбываются. Нет, не все сбываются. Сбывается то, что Бог... Вот если я, например, пожелаю человеку, чтобы у него сломалась нога, она сломается. У вас микрофон где находится? Рядом с моим ртом. Да, рядом. Ну, у меня тоже рядом. Ну, у меня, видите, какой. У меня стационар. А, у меня не такой. Я могу на уши надеть. Нет. Я говорю, вот, представляете, вот если я человеку пожелаю, чтобы у него сломается нога, она сломается. Понимаете, сбывается то, что от Бога. Написано, незаслуженное проклятие не сбудется, а как воробей спорхнет и улетит. Ну, тут вы тоже правы очень сильно. Он сделал плохо, я ему пожелал плохого, у него случилось. Знаете, наши ответы все подчиненные тому, сходятся ли с этой книгой. Библию? Да. У меня есть в моей бабушке Библия, она всегда говорила, что я не могу. Это должен каждый человек знать. Что? Каждый человек должен знать. Вот здесь 77 книг, есть Деяния апостолов. 4.12. Да, очень много. У моей бабушки черная какая-то книга такая. Хорошо. В Библии говорится, 4.12 Деяния. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И главное, все здесь сейчас рулетки пьют непрерывно. Нет, я пью сидр. Это не вы один, я повторяю, 100% почти. А у меня просто горло сохнет и курит. Нет, это потому что гиенский огонь за беззаконие. Это люди пытаются, сами не понимая, потушить этот огонь. Нет, 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 нет. Он безалкогольный. Там нет алкоголя. Ну хорошо, я вам скажу, что я вел занятия в пяти университетах. Выступал на разных конгрессах. И чтобы стакан, который там стоит на капитре, чтобы я налил, я не представляю, это стыдно. На глазах я буду хлюпать. С чего ради-то? Когда человек может несколько дней быть без воды. На глазах людей табу. Это невозможно, нельзя. А почему многие говорят, что на самом деле Бога нет? Почему они так думают? А потому в Библии есть такая самая большая книга посредине, Псалтырь Давида. Вот, я знаю, да. 13 и 52 Псалом написано так. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Вот почему. Чем человек живет праведнее, тем больше... Вот хочу вам сказать, когда мне очень сильно плохо, я все говорю, Господи, пожалуйста. Говорю, вот лишь бы все было хорошо, лишь бы плохое ушло, все хорошее пришло ко мне. Всегда так получается. Понимаете, вы доверьтесь Богу. Человек должен уверовать, креститься, быть членом церкви. А вот можно вопрос? Вот еще один вопрос. У меня очень часто, очень часто, когда я прихожу в церковь, в церковь прихожу, мне всегда батюшка не разрешает целовать крест, говорит, ты дитя дьявола, я тебе не разрешаю, пошел вон из церкви, почему? Неправильно, целовать крест может каждый. А он мне не разрешает, говорит, ты дитя дьявола, ты не можешь усадить. Это нет, она неправильна. Христос говорит так. Евангелие от Матфея, 11, 28 стих. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, бремя мое легкое. Придите, он зовет, а бабушка говорит, не приходите. И Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, лишь бы ты покаялся. Я вот еще вам скажу, я был у Серафима Саровского, у мася Серафима Саровского. Я вам честно хочу сказать. Я когда у мася был, потом попросил его, там свечки поставил. Я когда вышел из этого храма, я хочу вам сказать, что мне настолько легко стало. Вот честно, вот все плохое, мне казалось, что оно ушло. Вот вместе вот все ушло плохо, вы честно. Я вот когда был у него, правда, оно все так уходило от меня. Я не знаю, это правда такое, да? Да, конечно, дает облегчение нахождения даже рядом с масями. Это сила Духа Святого призывает вас. Нужно покаяться во всех своих делах негодных. Тем более, если связаны как-то с сатаною. Скажать, отрекаясь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Это слова прикрещения. Сходить на исповедь к священнику. Вы зайдите на наши ресурсы. Вот запомните, меня зовут Игнатий Лапкин. Подождите, давайте я вам сейчас... Запишите. Игнатий Лапкин. По скайпу вы меня найдете. По скайпу. И там я вам сброшу все материалы. У нас очень большие ресурсы. Не Ларкин, а Лапкин. Лапкин, вот я написал. Вот если вы зарядите во свете Библии, вот свет падает. Во свете Библии, от нее свет идет. Игнатий Лапкин. Это вы зайдете на YouTube. У нас огромный YouTube. Мы деревню православную строим. У нас миссионерская поездка была от океана до океана. Можно приехать как-нибудь? Ну, это потом дальше поговорим. Православная деревня. Мы разговариваем первый раз с человеком, когда он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А я курю, блин. А бросить курить, это нехорошее дело. Я хочу бросить курить, но как бы вам сказать, это оно меня затянуло. Я не могу. Подождите, я скажу вам. Делающий грех, есть раб греха. Если Сын вас освободит, Христос, свободны будете. В этом даже делать нечего. А то, Господь, ты только встань на колени, тут никто тебя не видит, закройся там или в уголке в церкви. Господи, Иисусе Христе, помоги мне, избавь от этой заразы. И все. Вот мы когда были, когда я в Украине, еще жил в Украине, у нас там была маленькая церковь, все называли их Еговы, Еговы. Мы ходили, и каждый раз, ну, у нас там были разные, там нас кормили, все остальное. И каждый вечер, каждый вечер, когда мы уходили домой, мы все вставали на колени, и все говорили, Господи, прости нас за то-то, за то-то, за то-то, за то-то. И так каждый говорил. И, знаете, так это сердце отлегло. Вот я до сих пор эти дни помню, до сих пор эти моменты помню. И для меня это прям вот так отлегло. Знаете, свидетели Еговы, я очень хорошо знаю, это еретики. К ним ходить не надо. У них Библия искаженная. Слушайте внимательно, надо идти в православную церковь, она от Христа идет. Они возникли уже там в девятнадцатом столетии. Они отношения к церкви не имеют. Они не признают символ веры, Христа за Бога не признают. Они еретики. А можно еще у вас вопрос? Это, извините, правда, не конкретный вопрос, но просто мне вот всегда было интересно. Вот батюшка, батюшка, вот один батюшка мне писал, и он мне предлагал интимную связь. Это нормально? Давал что? Предлагал интимную связь. Какую связь, что ли? Интимную. Интимную? Один батюшка ему писал в интернете и предлагал интимную связь. Да что, безумие какое-то. Да это не верьте в это, никакой батюшка на это не пойдет. По телефону, да и интернету. Это дурь, это просто наводят тень на претень. Ни один на это не пойдет, даже нормальный человек. Вот здесь, в чатурлетке, этот может... Правда, я вас найду, я вас вот, Игнатий Владимирович, я вас найду в Ютубе, там в Скайпе. Я вам скину материалы, дальше. Если через Гугл, вы зайдете в сайт, там государственные фильмы, она снятая, занявшая первое место на международных киноконкурсах. И кроме того, там 38 моих книг, томов. Там, вы зайдите только по Скайпу, зайдите. Вас как звать? Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий? Да. Вы напишите Дмитрий. И если только вы сегодня зайдете, я может сегодня постараюсь выставить наш разговор. И вы увидите. Я вам материалы скину с сайта, у нас пор, мой мир. В моем мире у меня 22 тысячи фотографий. А в Ютубе у меня 16 тысяч 900 роликов. Ого! Такого нигде нету больше. У нас очень большая работа. Я начальник детского лагеря. Я, кстати, постараюсь найти. Я был начальник детского лагеря православного. 45 лет, да еще 3, 48 лет. Мы можем показать. 48 лет был начальником. 45 лет. А сколько вам сейчас лет? А сейчас у меня? Да. 80, 81. У меня детушка, вот ему 83 года было. Он войну прошел тоже. Вот он недавно у меня. Вот поэтому вы зайдете. Там я отмечаю на сайте на 4124 вопроса студентам. Я вел три радиопрограммы. И вам там море информации. Спасибо вам большое. Не спасибо говоря, а спаси Христос. Хорошо. Так что зайдите в сайт, запишите себе, запомните. А когда в сайт зайдете, тут я вам скину все материалы, и там можем побеседовать. Какой сайт? Скайп. Скайп, я говорю. А, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Видите, Игнатий Лапкин во свете Библии. А в скайпе вы меня сразу найдете. С этой фамилией и именем я один на весь мировой интернет. Все, хорошо. Тогда огромное вам спасибо. Тогда я вам сейчас напишу. Да. С Богом. Спасибо вам большое. С Богом, Дмитрий. Храни вас Господь. Спасибо. Вы освободите Господь вас от всего этого. У вас другая жизнь будет. Спасибо вам большое. Другая семья. Все по-другому будет. Спасибо большое. Храни вас Господь. Никогда не отчаивайся. Как чуть-чуть, что где-то, я вот за слово Божие сидел в пяти тюрьмах в лагере. Среди мусульман. И Бог меня вывел живым оттуда. И там преступники каялись. Следователь обратился. Великая сила нашего воскресшего Христа, который умер за грехи наши. Спасибо вам большое. Все, с Богом. И вас с Богом. Вопросы свои прямо там разрешите.